Алексей смеется, еще не зная, что мы уже в эфире. Что так смешного, Алексей? Я только что посмотрел видео, ты на своем телеграм-канале выложил, Петрушка Толстой, есть такой урод, негодяй, редчайшая мразь. Вот редчайшая мразь. Можно говорить такие правила? Абсолютно. Чтобы знал наперед, значит, редчайший просто негодяй. Он сказал, что он, конечно, как все депутаты и ООН, они тоже готовы встать в строй. У них там мобилизация началась за поребриком в России. Но пока не может, потому что пока очень занят законодательской работой. Но в принципе обязательно. Откуда взялось это изречение поребрик? Что такое поребрик? Вы не знаете. Поребрик в Петербурге. Бордюр называют поребрик. Нигде больше его так не называют. Бордюр. Бордюр. И когда они вторглись первый раз в 2014 году, некоторые, они появившиеся здесь, начали говорить на Донбассе поребрик. И поэтому сразу было понятно, что это не местные какие-то люди. Потому что в Украине никто не использует такое слово. А в Петербурге и в некоторых других городах России используют. Я раньше думал, что... Поэтому мы говорим за поребриком. За бордюром это значит там, за поребриком. Я раньше думал, что то, что я знаю сегодня как украинский акцент, на самом деле являлся акцентом черноземного района. Но я бы не сказал, что есть очень ярко выраженный украинский акцент. У вас есть некоторая манеренность. Скажу... У нас тоже, на самом деле, если мы говорим об использовании русского языка, то есть разница в том, как на русском языке будет говорить одессит, как я, и полтовчанин. Отличается, да? Отличается, конечно. Есть определенная разница. И в принципе ее можно услышать, распознать. А когда русский солдат, скажем, из России проприя, ну из Москвы, ну московский-то все знают, скажем, с Перми, вы узнаете, что это русский, не местный? Ну, во-первых, их многих легко узнать, потому что это буряты. Или разные. То есть я при всем уважении ко всем национальностям и расам, но они выглядят иначе совершенно. Что касается... Да, я по говору, я в основном слышу. Я отличу россиянина, говорящего на русском, я отличу от украинца или от литовца, который говорит на русском языке. Разница очевидная. Да, разница очевидная есть. У меня есть знакомая местная русская девушка, литовская гражданка, она терпеть не может, когда я и ее муж специально переходим на этот ужасный литовский акцент. Я поговорю с тобой на этом. Хорошо. У нас сегодня, когда мы будем говорить по-русски, сейчас я буду говорить по-русски. И самый приятный в эти дни гость, Алексей Гончаренко. Привет еще раз. Лабас. Мы имеем вопросы мои лично, мы имеем вопросы также из фейсбука, из спонсоров моего канала. Вопросы разные, некоторые даже каверзные, но вы, я заметил, человек прямой и смелый, на все ответите. Начнем с Лаймы. Лайма сказала, это не вопрос. Каждый день на ютубе смотрю и слушаю этого активного, интересного украинского патриота, депутата Рады. Спасибо ему. Очень приятно, Лайма. Спасибо вам огромное. Спасибо ему за великие дела во имя своей Украины, Родины и всей Европы. И Лайма. Мы начнем с таких маленьких вопросов. Лайма нас спрашивает, почему вы никогда не пристягиваетесь ремнем, едучи в автомобиле? Так в Европу не доедете? Нет, ну, во-первых, Лайма не всегда. Пару раз... Это Лаймус. Да, Лаймус, извините. Лаймус пару раз я действительно не пристягнулся на видео. Вы отметили, не только вы, мне написали комментаторы и говорят, вы что там по себе позволяете? И я в основном пристягиваюсь. У меня был даже такой проект, ну, я надеюсь, я его возобновлю после нашей победы, назывался Гончаренко рулит, где я за рулем, а рядом со мной гости. Мы ехали, мы всегда соблюдали все идеально правила, все идеально, даже во время разговора и записи интервью я никогда не нарушал. Поэтому, ну, вы правы, абсолютно нужно соблюдать правила. Бледная моль открывала Керченский мост и ехала без. И это у них мачо, это так должно быть. Не-не, ну, конечно, это же ненормальные люди, им нужно что-то показать. А нам, слава богу, нужно показать, что мы как раз люди законопослушные, уважаем правила. Да. Ладно, давайте перейдем к весьма серьезным вещам. Когда мы ехали сюда на машине, мы все уже знали о речи Путина, об обращении, о частичной мобилизации. И как бы там ни было, я смотрел, как вы слушаете его речь в телефоне, все равно вам не было весело, Алексей. Это кое-что значит все равно, да? Ну, конечно, это означает, что война, ну, как минимум, затягивается. То есть, смотрите, короткий ответ такой, это не поменяет итог войны. Точно. Точно. Железно. Я вот несу ответственность и говорю это абсолютно уверенно. Итог войны это не поменяет, потому что не может еще 300 тысяч, извините, банок пушечного мяса, запакованные в жестянку их танков, вот этих Т-62, они ничего не могут поменять. Потому что генералы те же, уроды, которые ничего не соображают, пропили и разокрали все давно. Путин тот же, безумец. Офицеры те же, которые не имеют ни самостоятельности, ни ничего, это не современная армия. Оружие тоже, только хуже, и только достают более старое. И так далее. То есть, ты не можешь просто взять, это не, мы живем не в 16 веке, где можно было просто дать миллиону людей какую-то косу, копье, и пробовать с этим что-то сделать. Здесь есть, их нужно вооружить. Россия не может своих, которые вторгались в начале, которые были типа элита, профессиональной армии обеспечить аптечками, обеспечить средствами защиты. Кто это будет делать? Российские волонтеры. Вот в Украине это выполнил украинский народ, а потом подключились литовцы, эстонцы, поляки, весь мир помогал нам, и мы благодарны, и на каски, и на жилеты, и на все. Кто это будет делать в России? Волонтеры? Я понимаю. Я хочу это увидеть. Поэтому это не поменяет итога войны. Но, конечно, это может войну затянуть. Конечно, он может кидать это мясо в эту мясорубку, и тем самым затягивать эту войну, что он, собственно говоря, он сделал этот выбор. Поэтому, но он идет ва-банк, он идет на эскалацию, он идет ва-банк. Что я наблюдаю сегодня в своем пузыре в Фейсбуке, это я бы называл просто шапкозагидательством. Common sense говорит нам, что там прорыва не будет, только затянуться может. Но! Но это шапкозагидательство, все эти оптимистические ноты, я слушал только что, Швец тоже там ничего не будет, Жданов тоже ничего не будет, это настораживает все-таки. Они же сволочи, они прижатые, становятся пружины все-таки. Пусть даже Саке 47 или 74. Я всегда призываю, в этом отличие от тех, кто смотрит, я так понял, часть ваших зрителей смотрит мои там ютюбы или читает мои соцсети. Я как раз никогда не был сторонником шапкозагидательства. Я всегда, когда у нас там звучали слова, да мы тут за 3-4 недели сейчас все закончим, всегда говорил людям, ну не надо это говорить, потому что это война, и на самом деле никто не знает. Кстати, я не исключаю, что все может закончиться и за 3-4 недели, но все может длиться и 2-3 года, и это тоже возможно. Оба варианта на столе есть, и никто вам сегодня не скажет, нет такого специалиста в мире, кто знает, в какой момент это все сломается. Поэтому шапкозагидательства не нужно, но очень важно понимать, что все-таки он же пытается напугать Путин. Поэтому вот эта реакция, это нормальная, мы все пытаемся ему просто повторять, мы не боимся. Это очень важно. Он же вот это сидит и вот это цедит, вот там, и мы там, это точно, мы там остановим. Те, кто рвется к мировому, те, кто рвется к мировому господству, так ты же рвешься. А кто еще рвется, кроме тебя? Ты рвешься к этому мировому господству. Поэтому, я думаю, это важно, показать, что мы не боимся. Говоря о Путине, опять же, когда мы слушали в машине, у него не отберешь этот холодный аппроуч. Он все-таки сволочь умеет говорить. Не отнимешь этого у него. Он говорит, так, так уверенно. Змеюка такая. Но так уверенно. Мы вспомнили в машине, опять же, мы вспомнили Пуч. Янаев там руки дрожали у него. Там только Пуга демонстрировал что-то похожее на бравуру. А все остальные были просто испуганные клоуны. У этого, этого нету. Я думаю, вот он интересно повторил это слово. Это не блеф. Я думаю, это показывает, что это блеф. И он, как и Гитлер когда-то, он очень хорошо играет с пропагандой. Он сейчас берет за горло Запад. Он вот хочет еще вот как этот дурак с ножом, мальчишка, который пугает всех цивилизованных людей. Он хочет последний испуг пойти. Мы знаем, что войну это не поменяет. Но еще что очень важно, эта зима будет очень важной, потому что большая часть Европы на все года оторвется от энергетической зависимости. А он режет ну как бы себе сам руку. Он все деньги получал от нас. И вот в эту зиму, когда немцы построили пять терминалов жиженного газа, все отойдет. Ну, может, там дураки венгерские всякие будут что-то покупать, но это уже мелочь. И он отнимет от себя последний шанс выжить. И я думаю, вот он сейчас идет просто на испуг. Если он испугает дураков на Западе, может они атомная бомба, ну это конечно серьезное дело, может еще подумаем. Вот тогда волю сломает, но я думаю, если даже немские социальдемократы говорят так, как говорят, все, это уже конец. Это то, что в Германии семь или восемь человек из десяти, они проукраинские, и эти социальдемократные уроды не могут на это не обращать внимания. У нас есть с Джигасом особый взгляд на социалдемократию, так что уж извините, если у вас есть что-то социалдемократное, так... Я не социалдемократ, мы одна семья политических. Мы одна семья политических. господа, частичная мобилизация, насколько она может частичной быть? Озвучивают цифры в 300 тысяч. Не верьте никаким цифрам от этих уродов. Они кто посчитает их? Шойгу, но он нам до сих пор считает, он в этом же сказал, что у них 5000 потерь, опять же, потерь нет. Поэтому его цифра можно... Они призовут столько, сколько смогут. Они будут загребать это мясо так, как смогут. Давайте не забывать, это Россия. Начнут откупаться, начнется жуткая коррупция, начнут кто-то там по тайге прятаться в тайгу, а кто-то по тайге уходить в Китай. Скайрокет, цены на билеты в Ереван и так далее. Нет, там не Скайрокет, там уже все распродано. Уже распродано. там не Скайрокет, там полностью солд-аут. Все билеты из России, как только вчера еще пошла информация, все было скуплено, это только билеты, а какая часть рванула на машинах границы. Поэтому эти, ну и так далее, то есть они будут сгребать всех. Получится 300, значит 300, может сгребут 400, а может и 500, а может быть завтра они решат. То есть нужно понимать, что фактически если отбросить слова его, где он говорит, это частичная мобилизация, частичная. Но дальше он говорит, что смотрите, мы возьмем и тех, у кого есть опыт. Ну, говорит, в первую очередь, а во вторую. То есть будет еще вторая очередь, будет третья очередь. То есть он будет кидать в эту топку. Тут же очень интересно получается, вот после этого сегодняшнего его решения, ну судя по всему вчерашнее, ну вот вышло это видео сегодня. Кстати, по поводу того, что он выглядит уверенно, я хотел сказать, там не раз, похоже, перезаписывали, там тоже, они же так вчера не смогли из себя родить ничего, а только вышло сегодня. Так вот, он после этого решения, он фактически, а уже окончательно, сто процентов, связал свою личную, физическую жизнь, существование, с тем, что он во главе этой пирамиды. Это нельзя разорвать, он не может уйти, все. Он прикован, как он говорил, я раб на галерах, вот теперь точно, он прикован к этой галереи. И ему нужно, чтобы гребли. Пусть умирают эти гребцы по дороге, но пока галера как-то еще дергается, и кто-то еще гребет, и он жив. Как только это останавливается, он уходит на дно. И он, представляете, насколько это такая человеческая, моральная, историческая вещь. То есть он кинет десятки тысяч людей, мы не знаем сколько, для того, чтобы свое существование никчемное продлить там на какое-то еще дни, недели, месяца, он будет их сжигать как топливо в этом. Потому что ему нужно тянуть, и тянуть, и тянуть, это сколько возможно. Насчет шапка закидательства, вчера мы на передаче как иду об этом обменялись мнениями, но там было очень коротко. Все же я хотел бы это опять вытащить на дискуссию. На мой взгляд, я очень пессимистичен, по этому поводу, что Россия вот-вот развалится. Я вчера это озвучил, и хочу еще раз. Россия проприя, то есть не буряты, то есть там, где русские люди говорят на русском языке, имеют общую, скажем так, культуру, предпосылок раздробиться на удельное княжество я просто не вижу. Это не обман для себя? Ну, давайте Жигис начнем. Ну, у нас тут вот Алексей шутит, что у вас тут хороший русский, вот все говорит на эти темы, очень много форумов, всяких диссидентов, и они тоже говорят, что они разрушатся, но что может произойти после войны, где погибнет тысячи россиян, они могут... Где уже погибли тысячи россиян. Но это уже не впервые. Упростить как бы, ну, чтобы это президентство, концентрацию власти, поменять на другую форму, может, это будут всякие там регионы внутри, но мы тоже, но никто не говорит, что будет демократия. Что будет, что будет смута. Там все будут воевать со всеми. Даже во время смуты на удельное княжество ничто не раздробилось. И вчера вы озвучили тоже 17-й год, революция, и отделилась Прибалтика, страны Балтики, Польша, но Россия проприя, она никуда не делась. Да, она получила по мозгам от Пилсуцкого при Висле, получила даже от нас, маленькой страны, в Российской операции мы дали им по голове. Но они потом, они остались Россией, они назвали Советский Союз, они потом сделали то, что они сделали, то есть эту ужасную индустриализацию, они пошли войной. Если я могу только докончить мысль, я думаю, так и будет. Но нам наплевать, что там станет. Они должны заплатить за все эти грехи своими телами и кровью, но мы эти 2-3 года смуты, может 5, может 7, может 10, используем на то, как мы это использовали для них. Вот мы с Алексием говорили, вот план действий, сейчас год у нас есть или полгода, чтобы заставить ну как сказать, окей, убедить, не дураков, а наших коллег на Западе, чтобы они поняли, что надо красную черту написать. Я понимаю, что ты дипломат, тебе нужно было уйти в другое русло, но мы не об этом говорим, я говорю, что Россия не развалится, человек во Владивостоке. Она будет такая слабая, что она ничего не сделает и уже не испугает, когда мы примем, может, в Вильнюсском НАТО саммите решение, что НАТО надо расширяться на Украину. То, что мы не сделали в Букаресте, когда он, там, Путин нас пугал после Мюнхена в седьмом году и такое же решение по Европейскому Союзу. Нам надо еще очень хорошо поработать, чтобы Брюссель и все страны Европейского Союза начали переговоры по вступлению Украины в ЕС, которые мы могли бы закончить в 27-м, когда Литва будет председательствовать и чтобы украинцы стали членами ЕС уже в 29-м году. Это, это вот как раз нам... Да, мы используем этот момент. Мы, конечно, не дураки, мы используем его, но все же, Алексий. Я скажу сейчас, что я думаю об этом. Я думаю, что, ну, мой личный прогноз Россия развалится. Да. Сейчас я попробую его аргументировать, но я скажу сразу, что на самом деле все люди, которые говорят, вот как я сказал, что они знают, когда закончится война или еще... Ну, это все очень сложно предсказать и все может пойти по разным сценариям, но я считаю, что это Россия распадется. Конечно, она же не распадется на то, что какие-то отдельные города-государства будут. Понятно, что вот в этой распавшейся России будут страны, но я хочу напомнить, что Татарстан был уже на грани выхода из России. Но Татарстан это этническая группа. Так хорошо, но это же уже развал, если выйдет даже эта этническая группа. Россия проприя. Чечня будет в составе России? Да, Алексей, я говорю, Россия проприя. Окей, Россия проприя. Ну а что тогда будет Россия проприя? Якутия может выйти из России? А что это Россия проприя? Как она будет соединена? Я скажу, Россия проприяна национальность, которая имеет свою культуру, свой язык, которых юзают, извините, во все дыры уже с десятилетия и столетия, грабят их землю, самих их гробят. Вы думаете, они хотят, чтобы это вечно продолжалось? Но если там карта уже бита, если нету там критической массы... Она появится. Появится. Она появится. Я в этом абсолютно убежден. Те же самые буряты. Чего? Сколько можно? Вот мы говорим, буряты там через Сосмерхов. Да он же перебил там огромное количество мужского населения. Понятно? Мы... Это национальности, это люди. И когда развалится вот эта централизованная хватка, которая их всех держит за горло, а она сейчас развалится, вот к этому... То они там все поднимут голову. Кто из них выскочит, это будет как с Российской империей. Финляндии удалось выскочить? Удалось. Балтийским странам удалось выскочить? Удалось. А Украине, например, не удалось в тот раз. Попыталась Украина, но не удалось. А дальше, после там окна, пришли, забрали опять Балтийские страны, опять попытались забрать Финляндию, но уже не смогли. И даже Кавказ, например, но они все равно под Россией. Конечно. Грузия закована, Армения вообще закована, Азербайджан там играет. Беларусь оккупирована? А Беларусь оккупирована? Ну, это все, я уверен, сейчас произойдет следующий этап развала. На этом этапе еще кто-то повыходит. Мы не знаем, кто. То есть, может быть, это будут чеченцы, а может быть, еще и Дагестан, а может быть, еще и Бурятия, а может быть, а может нет, я этого не знаю. Но все абсолютно возможно. Одно очевидно, что их ждет такое колоссальное поражение, просто колоссальный развал. И я не могу понять, вот даже после, ты вспомнил 1917 год, но за этим стояла очень мощная идеология. Они же нанизали это все на новую идеологию, пролетариат, мировая революция, была заложена. Я в это не верю. Во что? Так мы в это не верим уже все. Но тогда, но сто лет назад в это верили многие, даже во Франции, в Германии и во многих других странах. В России, да, это имело какое-то воздействие, но мизерно, на мой взгляд. На мой взгляд, то, что они одели одежды интернационал и коммунистических идей, была всего лишь маскировка старого, доброго русского нацизма. Это нацентризма, если угодно. Они просто, это как они говорят, это не мы убивали поляков, это коммунист. Я сейчас, значит, неправильно выразился. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я считаю, что любая империя, она не может существовать только на физической силе. То есть, вот мы придем и убьем вас. Так не работает ни одна империя. Так можно что-то попробовать захватить, даже захватить временно, но она не будет функционировать. Посмотрите, там условно, Римская империя. Она приносила дороги, право, то есть она создавала... Вино! Вино, это же важно. Они реально... Ну, то есть, мягкая сила должна быть у империи. Кроме вот этого, должна быть еще мягкая сила. Хороший пример, Британия. Британия. Ничего себе, сколько она принесла в эти страны. Да, она принесла туда и горя, но она принесла... Сначала. Да, но она принесла очень много и развития. Любую возьми страну, вот любую империю возьми, она что-то... И Российская империя на каком-то этапе, она несла идею, мы панславянство, мы вам принесем, мы вас освободим от религиозного гнета. В этом смысле, да. Ну, у них была какая-то... Потом был Советский Союз, у него была идея, мы вас освободим от социального гнета. Они все хоть что-то несли. Вопрос, что несет Путин? Ну, кроме идиопурги на экране. Ну, он уже отработал. Ну, что, это отработка. У него нет идеологии. Важный. Путин как выжил, как это Российская империя выжила. Они обманули Запад. Дайте нам ваши деньги, дайте нам ваши технологии, и мы станем как вы. Вот как мы встретили Тони Блеер, последняя встреча, но Дамкусу говорит, блин, самая главная ошибка, что я их там в восьморку взял. Мы их дураков хотели цивилизировать, и они так нагадили, что все отбрасывается. Сейчас какой процесс, мы отнимаем все. Мы строим новую большую стену против автократии. Китай там тоже попадет, но это следующий. А что останется с Россией, если мы отнимем все деньги и все технологии? Тот же сортир водка и картофель. Ничего там нет. Ну, как же? Это самое. Балалайка. Балалай. Ну, можно там напиться с балалайкой, с картофелем, но это уже там украинцы тогда придут. Господа, давайте вернемся. Все-таки я сторонник взгляда Бабченко. Я думаю, что он единственный человек в мире, который говорит правду после меня. Не, шучу немного. Но все же, его поинт... Россия совсем не обязательно развалится. Если я правильно это понял, но я точно понял правильно, что он говорит, что Россия может очень долго оставаться в этом положении, как совсем как Иран, Северная Корея. Это может быть очень-очень надолго. Она могла бы, и я с ним полностью согласен, до 2014 года, это вообще неизвестно, сколько могло продлиться. После 2014 года он сократил, подрезал сроки. Теперь, 24 февраля, он подрезал сроки опять сильно. И сегодня он опять подрезал сроки. Ну, почему? Он ускоряет все эти процессы. Ну, потому что, потому что он все ускоряет эти процессы. Каждым своим шагом. Но это не обязательно значит, что этим ускорением он сделает так, что они не влезут в свою скорлупу, как улитка на 85 лет, как Иран. Ну, Иран меньше, но... Но империю надо ум настроить. Вот все сейчас смотрели... Иными словами, то, что он делает ошибку за ошибкой, не означает, что концепция Бабченки неправильна. Вот что я хочу сказать. Ну, Любая концепция зависит от развития событий. Да, и что ты даешь этим русским, деньги даешь, хорошую жизнь даешь, а сейчас ты им даешь смерть в окопах Украины. Что ты даешь? Ты отнимаешь деньги, ты уже не можешь выехать, ты создаешь, ну, страх и смерть. И я помню, как Советский Союз развалился. Я помню, читал там литовские книги про историю. Ну, я думаю, это рядами. Ну, как-то, мы никогда не победим, но мы вот сделали, все это сделалось, когда уже не выдержала система. Сейчас он приводит Россию к этому состоянию бывшего Советского Союза, где весь Запад, это 60-70% экономики и мозгов и денег говорит все, отнимаем все от тебя. Кто ты такой? Ты никто. А ситуация... тогда Китай, тогда Китай, конечно, возьмет его на... Сегодня ситуация куда более умная и для нас удобная, чем в 91-м году, это без слов, конечно. Тогда они думали, что это мировая сила, с ней нужно считаться, без нее невозможна схема Саугумо. Секюрити. Секюрити, да. Безопасность. Да, безопасность в мире. Сейчас времена поменялись, там всего лишь 142 миллиона, и лучшая часть, лучшая часть Советского Союза, то есть мы, вы, грузины, мы ушли, все. Даже интересная психология в Америке, они вообще не считают Россию... Она уже погибшее государство, в большинстве мозгов американцев. Они все видят Китай. Это что-то такое, которое будет зависеть от Китая, и там уже все. И это опасно чуть-чуть, потому что это еще не все, нам надо еще одержать победу, но они уже просто не считают это фактором. Хорошо. Я, кстати, по поводу предсказаний будущего, есть такой, если я правильно, Фридман, когда Стратком, он же написал книгу, это было 15 лет назад, типа как будущее, и там есть удивительно точные вещи, прям удивительно, и одна из них, он говорит, что Россия пойдет захватывать назад страны Советского Союза, но дальше, вот интересно, человек увидел, он там даже говорит, когда ей начнут противостоять, она разожжет Ближний Восток, Сирия, ну то есть, представляете, как бы, на самом деле, да, потрясающе, что человек видел, но он считал, что Россия легко проглотит Украину, и дальше у него уже шло, а дальше, понятно, придет там и балтийские страны, а там непонятно, как пойдет, потому что они уже у нас тут в НАТО, поэтому, но он не допускал, вроде умный человек, и да, я к тому, что любой прогноз, как ты говоришь, концепция, концепцию он угадал правильно, но он не угадал ключевой элемент, что на первом же шагу они споткнутся, то есть, их первый большой шаг был, потому что, ну Грузия, это такая проба пера, там это маленькая северная, Южная Осетия, Абхазия, маленькие кусочки, а тут вот первый большой шаг, где он собирался захватить новые миллионы мужчин, превратить их в новые банки консервного мяса и кинуть уже на вас, на поляков, и он споткнулся сразу, он споткнулся сразу, и это меняет всю картину, потому что, если бы реально Киев пал за 4 дня к 1 марта, как мы очень многие на Западе ожидали, мы бы сейчас жили в другом мире, и я не знаю, мы бы говорили в этой студии, вы бы говорили, ну я бы точно не говорил, говорили ли бы вы, не обязательно, но это был бы другой мир, с Украиной, которая упала, к нему было бы другое отношение. Я просто имею ввиду, что Киев, взятие Киева не обязательно означало бы падение всей Украины. Я говорю о взятии Киева метафорически, как о падении Украины, ну окей, было бы партизанское движение, как нам, нам же давали, какое оружие нам давали? Стингеры, Джевелин, партизанская, чтобы из-за деревьев там стрелять. Я думаю, он не рассчитывал не только вашу силу, которая историческая, но тоже он думал, что Запад такой слабый, он раскалется, он Nord Stream уже подключил, немцы всех купят. Демократия не слаба, она медленная. И вот эти соцдемы, эти вот левые, которые мы так любим, блин, они стали на украинскую, это космос, это как это, этот Блинкин, этот Байден какой-то, который удрал из Афганистана, а вот он такие деньги, все оружие, даже до войны, когда наш премьер на день Валентина, вам стингеры, это никто не ожидал. Мы там писали декларации, надо еще дать. Мы сейчас считаем эти декларации, блин, все произошло. Даже расширение НАТО, даже расширение Европейского Союза началось, о котором мы даже не мечтали, но мы думали, еще надо поработать. Уже начинается. Он сделал все наоборот, стратегически. Конечно, нет, но он похоронил, я убежден, что он Россию похоронил. Вот к началу нашей дискуссии об этом, есть вещи, они, ну ты не можешь, как сказать, сделав их, ты уже не можешь вернуться назад. Если ты берешь и прыгаешь с девятого этажа, у тебя может быть стратегически красивые длинные ноги, сильная фигура, все, ты можешь быть красавцем, но если ты берешь и прыгаешь с девятого этажа, на этом конец, все, и не спасут тебя ничего. Вот он это сделал. И поэтому после этого уже собрать вот эти куски будет, ну, очень сложно. Я выработал концепцию насчет всего этого, я просто думаю, я уверен в том, что мы должны молиться русской халтуре. Именно русская халтура сделала так, что... Воровству. Ну, это в одном пакете, это базовый пакет. Если бы они не схалтурили, они бы расстреляли не 20 тысяч поляков в Катыни, а 200 тысяч или все же 2 миллиона и так далее. И вся их история 20 века, беря конкретно 20 века, это все халтура. Это все. Это оканчивая вашим случаем. Это тоже халтура. Но это уже какой-то апофеоз этой халтуры. Смотри, что сделалось в Ялте. Мы, как Запад, пожали этой халтуре руку. Да. И это вот, это то, что мы сейчас уже не будем делать. Тогда весь мир работал против Гитлера, а сейчас весь мир смотрит и видит второго Гитлера и никакой руки уже не подаст. Все ковры отнимет и забомбит. Просто даже, слушайте, когда фон дер Лайн, немецкий политик, говорит, что Путину должен быть конец, ну, когда немцы такие вещи про русских руководителей говорят? Очень интересно наблюдать, как лица, именно ее лицо, когда вы показали им Бучу. Это было так сильно, это было, я думаю, решающее. Да, я думаю, конечно, это понимание, вот это же все одно дело, когда ты смотришь издалека, даже на соцсетях, видео, а когда ты просто понимаешь, смотришь на этот город, ты понимаешь, что это может быть твой город. И говорят, что когда она принимала решение по кандидатству, были звонки из некоторых этих столиц, что ты делаешь, давайте, нет. И она слала их, как вы слали этот русский корабль, потому что она сказала, я это видела, я, нет, я этого ответственно не возьму, если вы хотите, вот вы стойте на Путину, этого убийцы. Я расскажу такую трогательную красивую историю, от которой мы отпрыгнем в тему, интересно. Один мой знакомый, русскоязычный Киева, парень, который уже много лет жил до Майдана на Западе, в принципе, западный человек, но его мама, оставаясь в Киеве, она была медиком-фармацевтом, и во время Майдана, во время Небесной Сотни, она у себя на квартире устроила военный медицинский лазарет, она спасала жизни. И когда он рассказывал это, когда очередной раз ей позвонил, и она ему это рассказывала, он, я повторяю, он русскоязычный, он никогда себя украинцем не считал, она рассказывала ему, что торилась, и он сказал, что у него бежали слезы в этот момент, и в этот момент он стал украинцем. Как много таких? Много. Я единственное, я думаю, что он был украинцем, просто этого, может быть, не осознавал, не задумывался об этом, поэтому как бы не было нужды вот в этом, конечно, как вот Жиги Монтас рассказал, сколько действительно Путин сделал для объединения и Европы, и свободного мира, но он, конечно, очень много сделал для объединения Украины, так как он ее объединил, так как он всем все разъяснил, показал, ну уже, я, например, каждый же проходит свой, я помню, в 14-м году я был свидетелем первых минут этой войны, потому что так получилось почти случайно, что я оказался в аэропорту Симферополя, когда его захватывали, я как раз заехал, ну там уже начали они качать Крым, но еще не было прямых их войск. Мастер, ты поехал в Крым тогда? Да, я поехал в Крым, его начали качать, сразу после того, как Янукович сбежал, я понял, что там сейчас будут происходить в большие события, я правда не думал, я думал, сейчас его попробуют как-то изнутри рассчитать, я там знал многих людей, я поехал туда, и по дороге я когда прямо вот-вот я проехал перешеек, вот я еду, и в этот момент начинает по радио, я помню, или в интернете, я уже не помню, появляется новость, что что-то непонятное происходит в аэропорту Симферополя, а я прямо проезжаю по дороге, вот указатель, аэропорт, я поворачиваю на эту дорогу к аэропорту, и буквально там пять минут, и я в аэропорту, и на моих глазах подъезжают Урал с российскими этими зелеными человечками, ну просто солдаты, спецназ, там все обвешанные оружием, ну это действительно была какая-то элита их, и они высаживаются, и стоит растерянные два милиционера украинских, которые так, ну что там, понятно вообще, и все, ну как бы, и я понял, что вот началась война, вот началась оккупация, вторжение, это для меня русскоязычного человека из Одессы, да, для меня украинский, это мой тоже родной язык, но он второй мой родной язык, первый, как говорят, mother tongue, язык матери, это мой русский язык, человека, который, да, я никогда не любил Путина, но я считал, что Россия, это вот, я верил в большую Европу, от Лиссабона до Владивостока, что это все европейские, цивилизации, это все, и я в нем началась вторжение, оккупация, для меня мир перевернулся в эту секунду, в одну, мне не надо было долго, вот этот момент, я его помню, отчетливо, и буду помнить всю свою жизнь, я все понял тогда, и с тех пор, как могу, веду борьбу с этой гидрой, с этой гадиной, как могу, многие люди это не поняли, даже в Украине тогда, тогда, а сейчас уже, когда ракеты прилетели на голову, все, Харьков, Мариуполь, несчастные, это вообще мученик город, Николаев, Одесса, поняли все, остались уже маргиналы, есть какие-то люди, просто сумасшедшие, которые, у нас тоже есть, да, они продолжают сидеть, есть удивительные люди, они пишут, мы еще потерпим, вы если надо бомбить, и там, ну, сумасшедшие, они сумасшедшие, но их осталось очень мало, очень мало, и сейчас миллионы людей в Украине, таких как я в 14-м году, то, что я прошел в 14-м, они прошли это сейчас, в феврале, в марте месяце, и в этот момент, ну, тебя меняется восприятие, ты иначе смотришь вообще на все, и сейчас это происходит, но это не значит, что я был украинцем и до 14-го года, просто у меня в голове было очень много мифов, и каких радужных таких отношений, с меня сняли радужные очки и раз и навсегда сорвались с мясом. Подошли, я обещал, что будет несколько каверных моментов, некоторые в фейсбуке, точнее, один человек уточнил, то, что ты когда-то был чуть ли не врагом Украины, такого не было слова, его садили, но смысл тот, что ты бывший в партии Януковича, можешь прояснить это? Да, конечно, я с 2005 по 2013, начало 2014 года, то есть почти 9 лет, я был членом партии Януковича, и когда Янукович развернул страну с пути в Европу в обратную сторону, в Россию, мне об этом вышел и сказал публично, что я это никогда не поддержу, то он мне отказался, на тот момент я был первым заместителем председателя Одесского областного совета, я отказался от своей этой должности, и, ну, все, я занял, такую понятную позицию, ну, а дальше на моих глазах то, что сейчас я рассказал, произошло, все с тех пор, ну, у меня никаких вопросов нет, а до этого у меня было полно в голове вот этих мифов, но нужно понимать, когда мы говорим о партии Януковича, что до вот этого конца 2013 года в программе партии регионов, она так называлась, было сказано, что цель Украины и цель этой партии привести Украину в ЕС, там никогда не было, что цель этой партии сделать Украину частью России или вступить там в таможенный союз, я не знаю, что-нибудь в таком духе, то есть этого не было. А почему Янукович тогда повернул курс, если я правильно понял? Я думаю, что, ну, тут интересно, я думаю, что Янукович стал объектом какого-то шантажа с боку КГБ и этого, потому что, нет, он, я сейчас его совершенно не хочу идеализировать, не то, что даже идеализировать, это подонок, негодяй, который должен по жизненное заключение идти, потому что он предал свою страну и разворовывал ее и так далее, но я думаю, что до определенного этапа он искренне думал, что он вот это между двумя что-то возьмет у России, что-то возьмет у Запада, будет, как-то продолжит игру, Кучма вел такую игру, как бы, вроде мы хорошо с Россией, но и сюда, и вот как-то между балансировать, отсюда что-то получить, оттуда, и как-то вот так, плюс население, разные люди по-разному смотрят, то есть, я думаю, что он долго верил в это, но в какой-то момент Путин его просто взял за что-то. Я хочу вот как, ну, свидетель этого трансформации, я тогда был в Вашингтоне, когда он был, когда был Янукович в Вильнюсе, это же произошло в Вильнюсе здесь. А я был в Вашингтоне, и вот произошла 14-й год, я помню реакции ваших дипломатов, там еще были большинство бывших советских дипломатов, ну, вот как они метались, как им тяжело было определиться. Сейчас что произошло, уже у Климкина началось, и вообще сейчас только, они все советские ушли, пришли дипломаты, образованные в независимой Украине, они уже как мы. Тогда, в 14-м году, я стоял около белого дома с украинским флагом, и орал на Обаму, где оружие, защищайте Украину, потому что там некоторые коммунисты, и у Обамы, думали, что это не случится, там только хорошенький, надо поцеловать, обнять, это вся любовь, диалог, и все эти коммунисты, потом уже говорили, блин, извините, литовцы, вы были хорошие, но украинские, украинские дипломаты не стояли с вашим флагом, я стоял с вашей американской и украинской общиной. Сейчас уже нету вопросов, сейчас уже, так как воюет и ваш министр, и ваш президент, и другие, это нам, мы уже только, это музыка для наших ушей. С вашим президентом у вас сейчас отношения нормализованы? У вас было что-то? Нет, что-то. У меня особых отношений с нашим президентом нет, это надо четко понимать. Я не из партии Зеленского, я из оппозиции к Зеленскому, я был с первого дня к нему в оппозиции, и вплоть до, я думаю, я один из таких, ну, самых, ярких оппозиционеров ему у нас дошло до того, что в один день он пришел, он не пожал руку. Да, ну, он пришел, там чуть больше история, он пришел в парламент, менять правительство, я выступал с трибуны, и он как бы все так подвел, что ну вот правительство тут подвело, а он как бы ни при чем. Я вышел на трибуну, говорю, что нельзя так говорить, это вы привели всех этих людей, вас избирали, вам доверились люди, значит, вы несете ответственность за каждого из этих людей, не нужно умывать руки. Ну, я жестко очень выступил, ну, жестко, ну, в рамках, я с парламентской трибуны, все, ему очень не понравилось мое выступление, он вообще человек такой очень, ну, артист, то есть артисту, ему достаточно критика тяжело, он воспринимает плохо критику, на самом деле, это нужно понимать, его особенность, и он очень возмутился, это было видно, он прямо весь аж так сжался, но когда, но еще прошло несколько выступающих, потом было принято решение, и там, не знаю, минут 15, 20 прошло, и все, закончилось это рассмотрение этого вопроса, и объявили перерыв, и он из-за того, чтобы уйти, а в парламенте есть специальное место для президента, ну, в украинском парламенте, вот все это, и никогда президент с этого места не уходил, то есть он приходит на это место, с него выступает, если надо, если надо, там кому-то жмет руку, или вручает, что-то уходит, вон на трибуну может еще выйти, с трибуны выступит, все, значит, тут два места, он уходит в зал, и через весь зал идет, и многие даже не видели, это смешное видео, его не видят депутаты, и он там кого-то так чуть-чуть двигает, и они потом оборачиваются, видят, что он идет, а я сижу в самом конце, мы как оппозиция там в конце, и он идет через весь зал ко мне, подходит и говорит, никогда там не переходите со мной на, на особистости, на личности, значит, и что ему не понравилось, что я как бы его лично, задел своим выступлением, я ему говорю, я не про личности, я про политику, и, ну, в общем, у нас, можно сказать, жесткая чуть-чуть перепалка, ну, это в рамках цивилизованных, конечно, и он поворачивается, уходит, то есть, это впервые в истории Украины президент спустился, то есть, ну, я эту историю рассказал, чтобы было понятно, что я действительно в оппозиции к Зеленскому, но с 24 февраля для меня нет президента Зеленского, для меня есть верховный, главнокомандующий, Зеленский, и моя обязанность, как гражданина Украины, сделать все возможное, чтобы помочь ему, чтобы мы вместе победили в нашей борьбе, что тебе прекрасно получается, я делаю для этого все, что могу, везде, где я могу, и я буду это делать до конца, и я хочу сказать абсолютно искренне, я хотя в оппозиции к Зеленскому, я вернусь в оппозицию к нему, после победы, я, для меня не поменяется, потому что есть вещи, которые, там, я не буду сейчас об этом, это важно внутри страны, не за ее пределами, вот, но, коротко могу сказать, что, конечно, там, мы могли быть намного лучше готовы к войне, чем мы к ней готовы в итоге, но, он очень достойно себя ведет, как верховный главнокомандующий, он сражается за страну, он патриот страны, я это вижу, я в это вижу, я это ценю, и я буду все делать, чтобы помочь, а после того, как мы победим, у нас будет снова демократия, мы демократическая страна, и у каждого своя точка зрения, и каждый будет ее доносить, а там будут решать наши избиратели, граждане Украины. Маленький такой момент, который вот ты видишь, чуть-чуть не из Украины, мы вот еще даже с Олексием встретились до войны, пару недель до начала войны, и мы тогда говорили, и мы согласились, что надо использовать больше политический, парламентарский потенциал, потому что вот там говорит с офисой Зеленскому, впустите нас в НАТО, ну что такое, мы не Советский Союз, у нас политики делают политику, воюют, и что случилось в войне, и Зеленский стал обращаться к парламентам, демократический стал, и все депутаты, все члены Рады, они пошли на Запад, и Стефанчук, началась большая политическая дипломатия, даже очень интересно, что он сделал в Зеленске, это был шахматический ход, мы не знали, получится или нет это кандидатство, ну и мы знали, Макрон и нидерландские, при мне либералы эти, они ох, а он пошел в Дублин, и они стали либералы, слуга народа стал Альянс Альде, и тогда и голландцы, и Макрон из этого Альянса, ну все, ну как мы можем своих бить? Очень интересный вопрос, для меня лично, я пользователь Арестовича, мне он нравится, я сразу скажу, и я думаю, что он делает очень серьезное, большое дело, как психотерапевт нацик, во-первых, но вопрос в том, насколько он искренен, когда он, он всегда принципиально говорит россияне, не русские, он всегда делает акцент на том, что Украина понимает, что есть русские, и есть русские, но в дыму войны, после Бучи и Ирпеня, это же очень трудно, воспринять факт, что есть и хорошие русские, насколько он искренен, и как ты оцениваешь то, что он делает, именно в этом поле? Ну я хочу сразу сказать, это не игра абсолютно, я реально не очень слежу за Арестовичем, то есть я просто не могу сказать какие-то там вещи, о которых я просто не знаю. Но ты сам блогер. Да, я сам блогер, И я с уважением отношусь ко всем своим согражданам. Мы все на одной стороне. Я плохо отношусь только к тем своим согражданам, которые предали Украину. Коллаборанты, предатели. Или которые сбежали, спрятались. К этим людям я отношусь плохо. Со всеми остальными я протягиваю руку. Вместе нам нужно победить. Вряд ли мы будем вместе после победы политически. Но сегодня никаких не должно быть вопросов. У нас нет политики. Я, кстати, это говорил коллегам из «Слуги народа», правящие партии на дебатах. Они там с нами спорили. И он говорил, вы помните, что такая оппозиция, как мы, как я, не дай бог дойдет до войны, мы будем с вами сражаться вместе. А не дай бог мы проиграем, и с вами вместе будем висеть на одном дереве. Может кто-то на ветке выше, кто-то ниже. Уже разницы не будет. Мы будем там все висеть с вами. Поэтому в этом смысле для меня все давно понятно. Что касается россиян и русских, то здесь я тоже самое. Моя позиция, я призываю всех отличать. Россиян от русских. Потому что мы, в отличие от Путина и россиян, не нацисты. Они нацисты. Потому что когда кто-то говорит, украинцы не существуют, это просто такие русские, просто плохие русские. Их надо там чуть-чуть доделать. И вот тогда они станут хорошими. Это нацизм. Вот самый дистиллированный, чистой воды. Дистиллированный нацизм. И никто не... То есть получается, что у кого-то ДНК хуже, чем у другого ДНК человека. Потому что он там из какой-то части. Это абсурд вообще полнейший. Это и есть нацизм. Поэтому русские, родившиеся в Бразилии, которые никакого не имеют отношения к этой войне, они там есть такие русские, живут. Какое к нему у меня вообще вопрос? У меня никаких нет к нему вопросов. У меня нет к нему ни радости, ни зла. Просто неизвестные мне люди. Есть русские, которые живут в Украине. Так они мои побратимы, мы вместе. Так я, если там брать этнически, у меня мать украинка, а отец у меня русский. Так кто я? Ну то есть вот этим заниматься отделением. То есть и мы защищаем свою страну с оружием в руках, как можем и будем защищать. На фронте русскоязычных не меньше, чем украиноязычных. Это надо абсолютно четко понимать. А есть украинцы, которые такие ублюдки, которые, как вот этот, там был замкомандующий черноморским флотом Пали. Такая украинская призвища. Или та сволочь, которая бомбила свой город. Свой Кременчук, город из Турова. И где его мама в этот момент? То есть он сбрасывает бомбу на город, в котором сейчас физически внизу находится его мама. Ну каким ублюдком надо быть? А он этнический украинец. Но он россиянин. Поэтому нужно делить на россиян. Неважно, кто они. Русские, украинцы, дагестанцы, не знаю, и так далее. Миллион национальностей. И русские, как этнос. Я их четко разделяю. И в этом смысле я полностью согласен. Это нужно разделить. Но я не очень люблю термин «хороший русский». Потому что для меня хорошие русские, мы по-братиму, которые вместе с нами воюют, они отличные русские. Но если мы говорим о россиянине, то я считаю, что правильно говорить о полезном россиянине. Вот если вот он что-то делает, чтобы этот путинский режим упал, то это полезный человек. И к нему опять же нет вопросов. Но если он просто сидит и молчит, и при этом считает, я же хороший, я никого не убил. Но ты молчишь, ты эту гидру, ты молчал все эти годы, пока эта тварь набирала обороты, пока этот жуткий режим набирал свои очертания. И сегодня ты сидишь молчишь. Или ты сбежал Европы и говоришь, а почему нас как-то тут русских не любят? Те, кто приехал из России, россиян. Ах, слушай, так потому и не любят? Потому что на всех, когда я тоже этот пример привожу, Вилли Брандт, который был антинацистом, который сбежал из Германии нацистской в каком-то 1934 году сразу. Его там расстреляли сразу, что он был оппозицией. Он никакого не имеет отношения к нацистским преступлениям. Никогда в них не участвовал. Ни к приходу Гитлера власти. Потом он стал когда-то канцлером. Но когда он приехал в Варшаву, он встал на колени. Он не начал рассказывать, я Вилли Брандт, я-то тут ни при чем. Это там те, которые... Это очень мужественно. Это мужественно. И это было достойно. Да, абсолютно. И это было достойно. Поэтому сегодня там есть аэропорт его имени. Да, да. Потому что он говорит, да. Я, потому что я немец. Да. И я несу ответственность из-за тех немцев, которые совершили эти чудовищные преступления. Вот такому россиянину я протягиваю руку. Нашему другу Владимиру Карамурзе. Да. Я протягиваю руку. И я готов делать все, могу, чтобы помочь ему. И что интересно, вот последний тут форум этого Каспарова был у нас. И очень чувствительный вопрос. Вот как раз тогда... Это где эти пижоны на ГЛ в Мерседесах? Старковали на тротуаре этот форум был у нас тут? Что было интересно, мы дискутировали, ну тяжелый вопрос. Закрыть или нет, не закрыть этот въезд российским туристам? 99% сказали закрыть, потому что они несут ответственность. Закрыть. А мы уже, мы, которые боремся, как Карамурза и другие, мы уже или в тюрьмах, или на других странах. Но мы боремся, но мы маленький процент. Да? Хорошо. Давай развернем наше судно. В неожиданное русло. Кто такой Константин Острожский был? О, это классно. В Вильнюсе есть церковь, которую он строил в честь Победы. И это... 15-14. Да, да, Орша. Кстати, недавно было буквально. Это было в первых числах сентября. Да, да, совершенно верно. Была годовщина. Но это великий, ну что будем спорить, великий украинский полководец. Все, началось. Этнически. В те времена он был русином. В те времена русина это предки белорусов и украинцев современных. Сегодня мы бы сказали, что это украинец. Мы литовцы, не имеем никаких проблем с вами. И вы с нами тоже нет. Но мы имеем проблему с белорусами. И имя этой проблемы литвинизм. И литовцы в большинстве своем не понимают, что это такое, не знают. И я и один из немногих светочей, которые говорят им, что Лукашенко одним или другим образом кончится. И мы будем иметь проблему большущую. Мы уже ее имеем. Даже эта сволочь, Лукашенский озаренок, он уже озвучивает тезисы литвинизма. Он говорит, что Вильня, которая сейчас оккупирована литовским негодяями. И вот этот литвинизм, известно ли тебе вообще о нем что-нибудь? Ну, известно, я скажу тебе буквально, не надо далеко ходить. Вчера я встретился с Жиги Монтасом вечером. И с нашим еще одним коллегой Матасом. Матас, Мальдейкис. И мы втроем встретились. Мы записали короткое видео мне в телеграм. Тут как раз пошел, что референдумы проведут. Путина ждали обращения, ждали, ждали, не дождались. Мы хотели втроем посмотреть, как с попкорном. Слушайте, ну такие вот зрелища. Какие времена, такие зрелища. И не случилось это. И я записал короткое видео себе в телеграм-канал, где я говорю, что у нас, напомнил про референдумы, что вообще у нас Кубань, это, конечно, украинские деземли, культурные, все, просто они их ассимилировали, геноцид там устраивали, как сейчас устраивают и так далее. То есть Кубанская Народная Республика проголосует за... А Матес говорит, Смоленск, это Литва. Это Литва, поэтому Смоленская Народная Республика приготовится. Я говорю, все, ну в общем, мы такое записали видео, и Жиги Матес говорит, русский военный корабль, леди известного дали. И там у меня масса положительных пишет, спасибо Литве. И я читаю комментарии, что люди пишут, а один пишет, какая это Литва? Сжимайте. Что это тут Литва? Литва это белорусы. Это сжимайте, не надо путать. В этом какой-то... Жмуть, жмуть. Ну сжимайте. Не надо путать, значит, в общем, не путайте тут мягкое с теплым. В общем, это не то, и не нужно рассказывать. Я так прочитал, вот просто к твоему вопросу, который ты задал, что есть такие люди, вот они есть. Даже явно у меня подписан один такой на телеграм-канале. Ваш национализм украинский, национализм, в отличие от всеобщего совкового понимания, не является негативным явлением, это абсолютно нормальное явление. Ваш национализм украинский, он красив, он не агрессивен, он не шовинистичен, он не ультра националистичен. И это прекрасно. У них же, там где 9,5 миллионов, из которых подавляющее большинство совки, я смею убеждать, их национализм, даже будучи советским, совковым, лукашинским, что будет, когда это рухнет, их национализм, я лично, как литовец, боюсь его. И это такой контраст с вами, что просто, а ведь мы были в одном государстве. Может, не согнаться сто процентов, потому что... Потому что ты не знаешь ничего. Да, но я знаю, вот такой же дискурс был, когда мы принимали этот European Humanities University, университет из Беларуси, Вильнюс. Но вот там большинство этих студентов, 3500, большинство стали звеном этой революции. Они вот встали, которые тут научились по европейскому думать в Литве. И я думаю, конечно, Советский Союз... У нас не было русских и россиян. Мы их всех расстреляли. Ну, так получилось. И они хотели сотворить не только с белорусами это мышление совковое, но и с поляками. У нас в Литве единственная майнорити полякская, которая прокремлевская. Да, ужасно. Когда приезжают поляки, они не могут... Они едут к ним... Но это, я думаю... Ради тех, которые нас смотрят, я хочу сделать здесь дискурс, экскурс небольшой. Мы понимаем, что такое в большинстве своем виленские поляки. Это настоящие поляки. И это шваль, которая живет за пределами Вильнюса и вывешивает флаги ВДВ и портреты Путина. И говорит на языке помнисти литовского, белорусского и польского, считает себя поляками. Но на самом деле это люди русского мира. Продолжай. Я думаю, что вот та же шваль и белорусская, и польская, она тоже сотворенная этой империей. Я встретил очень много нормальных белорусов. Большинство в Вашингтоне. Есть еще и старая белорусская миграция, которая еще помнит это столетие. Но, конечно, мы должны понять, как и Тимоти Снайдер писал, травма этой оккупации, там, bloodlines of bloodlines, это в Беларуси. Там надо будет столько много лет работать, пока нормальные европейцы появятся, что надо просто захватиться терпением. И некоторые даже шутят, когда вы победите Путина, потому что нам, ну, не получается всегда с американцами договориться. Надо будет эту хорошую военных украинских позвать в Литву, чтобы вы защищали нас тут от всех врагов. Ну, а как бы по дороге вычистить Беларусь. Я могу, я не знаю, тут, у меня, кстати, есть и белорусские корни тоже, это интересно. Как раз, вот мой отец, я сказал, русский. И как раз, Алексей, извини, он, как и я, мы главы групп демократических Беларуси. Мы в это верим. Понятно, да. Я сказал, мой отец русский, но на самом деле, там, он русский и белорус смешанно. И у него белорусская вообще фамилия. У меня, там, ну, это моя семейная история, у меня фамилия мамы, родители рано развелись, я на фамилии матери. А он, у него белорусская фамилия, есть белорусские корни. Поэтому я очень люблю Беларусь и белорусов. Я абсолютно искренне создавал эту группу. И мы тогда с Жиги Монтесом познакомились. Когда я создал группу в нашем, Жиги Монтес, ты был первым, да, кто создал эту группу? Кощунас был первым, я вторым. Да, ну, я имею в виду в литовском семье она появилась первым. Потом появилась в польском семье. Потом я увидел это и создал такую группу в украинской Верховной Раде. Да, сейчас уже их много. И вот мы тогда втроем, в три наших группы, мы активно сотрудничали. Да. Я просто заканчиваю. И я верю абсолютно, что после победы и освобождения от лукашенковского режима будет демократическая Беларусь, нормальная страна, в которой не будет всякой ерунды. И большая-большущая куча шовинизма, направленного в адрес нас. Ну, наверное, это тоже, может быть, и будет, но я уверен, что это не будет преобладающим действием. Дай Боже, дай Боже. Всех белорусов, с которыми вот я сталкиваюсь, а я так по роду деятельности с очень многими оппозиционерами начал общаться, люди приезжают, мы помогали, когда бежали люди. Украина закрыла свои границы во время ковида для всех граждан всего мира, кроме одного исключения, граждан белорусов, потому что тогда мы бежали от репрессий Лукашенко. Я ни от кого не слышал плохого слова на Литву. И надо понять, когда мы победим путь НАТО, будет победа. У нас есть уже тройка святая, Люблинская тройка, Польша, Украина, Литва. Это уже очень много. И там посередине будет Беларусь. Ну, мы ее... Господа, мы должны сейчас перейти на вопросы, и вопросы так, вопрос-ответ кратко. И перед этим я еще, мой последний вопрос личный мой, коротко. Твои первые дни в терробороне. Как, почему и какие? Очень коротко. Мы проголосовали, началась война, вторжение вернее. Мы пошли в парламент, проголосовали закон. Ну и дальше, понятно, что к парламенту пока тут делать нечего. Киеву рвутся российские танковые колонны. Кто-то уехал из Киева, а кто-то говорит, ну, мы остаемся. Я говорю, я никуда не поеду, но если я остаюсь, я абсолютно мирный человек. Ну, понятно, что я буду голосовать или кричать буду танком. Значит, идемте брать оружие, дайте нам оружие. А ты был обучен перед этим? Ну, не особо. Не, ну, я могу выстрелить, то есть я стрелять умею, но сказать, что у меня есть какие-то навыки, нет. Я мирный человек, в армии я не служил. И мы пошли, получили оружие. И каждый, там, разные депутаты, там, кто получил, из тех, кто получил оружие, присоединились к разным каким-то подразделениям. Я присоединился к батальону, одному из батальонов терробороны Киева. И мы были в центре города как раз, в общем, недалеко от парламента. Ну и ждали, вот они же, понятно, что они рвались, собственно говоря, им нужно было правительственный квартал. Захватить, обставить флаг, что дальше там будет вокруг. Показать, все, вот, флаг есть, это же было важно. Но, к счастью, наши настоящие вооруженные силы не пропустили их. Они там зашли и сразу сожгли. И в Киев они так и не зашли, все остановилось на рубеже. В мелких дорогах. Да, да, все остановилось на границе города. Вот, дальше я был около трех недель, я стоял на блокпостах, участвовал в эвакуации людей из Бучи и Ирпеня. В каких-то конвоях там участвовал. Но я не был в бою. То есть, к моему счастью и спасибо Збройным Сылам Украины, то есть, с этим автоматом, с которым я провел эти три недели, мне не пришлось им воспользоваться и не пришлось вступить в бой. И когда русских отбросили от Киева, то я взвесил, где я могу быть более полезен и понял, что я с селфи-палкой более полезен, чем с автоматом Калашникова. Ну и парламент начал работать и вернулся к своим основным. Давайте, вопросов тут туча некая, и мы имеем на это минут 13, так быстро тогда. Вис Монтес, как... На этот вопрос я не мог быстро ответить, тут важно было рассказать все. Да, я понял. Буду стараться короче. Сейчас уже вопросы спонсоров. Как удачно украинские СБУ фильтруют врагов государства и вредителей? Насколько эффективно? Да. Мне кажется, что украинские спецслужбы, как и украинская армия, которая возродилась после 2014 года, также и спецслужбы, конечно, там тоже были шпионы и предатели, и, к сожалению, там до уровня высокого в СБУ это все дело дошло. Но ядро оказалось абсолютно патриотичным и эффективным. Окей. Мин Долгас. Почему мир, на твой взгляд, боится признать Россию террористическим государством? И он имеет в виду, что тут... Литва признала. И Запорожская, и Атомная, и Чернобыльская, и... Ну, давайте, я думаю, вещи назовутся именами, и вопросы, думаю, про США. США не хочет, администрация действующая не хочет признавать. Ну, давайте, я всегда за то, чтобы мы говорили правду. Они хотят оставить каналы коммуникации с Россией, потому что если они называют так, ну, какое там вообще может быть общение? Почему они это делают? Ну, потому что, наверное, ядерное оружие и много там чего. Я хотел бы видеть другое решение со стороны США, но это их право. Спасибо и на том. Спасибо и на том, да. Да, они принимают то решение, которое принимают. Но еще посмотрим, чем дело закончится, потому что в Сенате и в Конгрессе там позиции другие. Я думаю, это решение вот Путина, ну, с девятого этажа уже точно пойти вниз. Я думаю, мы поработаем хорошо с Вашингтоном, чтобы они это сделали. Да, это надо постараться, да. Анелис спрашивает, когда Украина подготовит план от отказа от коррупции и по интеграции в Европу. Я знаю, что Вас нервирует, когда люди говорят, что там коррупция. Не, мне еще нервировать. Я, давайте, я хочу... Вот... Honesty is the best policy. Все надо говорить так, как есть. Была ли в Украине коррупция до 24 февраля? Была. Есть ли она сегодня? Ну, я думаю, что ее почти нет. Что такое коррупция? Коррупция, там, украсть деньги из бюджета. Сегодня весь бюджет Украины идет на зарплаты и на оружие. Все. То есть у нас нет других расходов. Мы ничего, мы не строим дороги. Это одна из причин... Вы хрустали о нас, наверное, сейчас. Ну, сейчас, да. Ну, так случилось. Не, может, нет хороших обстоятельств. Украсть можно на чем? На каком-то строительстве. Ты не можешь украсть зарплату. Ты у военного не украдешь зарплату. Были ли какое-то, украл ли что-то при закупке оружия? Возможно, но, я думаю, очень маловероятно. Это хороший койм. И, может быть, там чуть-чуть где-то это мизинь. И что самое главное, уже план есть создан европейской комиссии. Если они все сделают так, как надо, комиссия... Ну, и еще, знаешь, вот я тебе скажу, прямо вот показатель. Есть разница между коррупцией, которая была в Украине до 24 февраля, и, возможно, и попытается появиться снова, но и российской. Украина, которая вкладывала в армию 2, 3, 4 миллиарда долларов в год, сегодня эта армия бьет, да, с помощью оружия, но бьет в армию, в которой вложен триллион. Это так, для сравнения понимания, сколько украдено было там. И здесь, если эта коррупция, она есть, к сожалению, она была, но она не в таких масштабах, это точно. Я от себя добавлю от себя, адвокатируя. По-моему, люди, которые говорят об украинской коррупции, просто оперируют знаниями давности лет, так, 10 или 15. Ведь все же, все равно динамика у вас положительная. Да, динамика хорошая. Это у нас уменьшалось, но оно не исчезло. Я хочу быть абсолютно откровенным. Исчезло ли это? Нет. И когда мне задают вопрос, как вот давать будут, отстраивать страну, западные деньги, я говорю, пожалуйста, следите за ними. Будьте, потому что я не хочу, чтобы, не дай бог, какая-то сука украла, а дальше на всю страну скажут, а куда им там помогать? Поэтому контроль, контроль, контроль. Сегитос, если Петр Порошенко был бы перебран на вторую коденцию, может быть, и войны бы не случилось? Может быть. Может быть. Может быть, не войны, война уже была, полномасштабного вторжения. Совершенно верно. Возможно, полномасштабного вторжения бы не произошло, но это уже мы говорим, может быть. Ну, а может быть, тоже бы случилось. Валдос интересуется, имея в виду, что русские, россияне, отодвигаются, отступают, какая возможность их использования тактического ядерного оружия хотя бы и ограниченного луча воздействия на конкретные цели. То есть, ну, как ты думаешь? Что они бросят тактическую бомбу, небольшую. Они выстрелят, наверное, ее, если они ее используют. Это же артиллерия, в принципе. Я не разбираюсь, сразу скажу. Я могу сказать, что мы не можем этого исключить, но я очень надеюсь, что даже для окружения Путина есть какой-то все-таки инстинкт просто самосохранения. Сегодня Швец с таким оптимизмом, Юрий Швец, он так было приятно слышать, он сказал, что Запад имеет возможность ответить на ядерный тактический удар конвенционными мерами, которые будут ничем не слабее, чем тот же самый ядерный удар. И он упомянул F-35, которое уже на готове, уже на границах, на ваших границах, в принципе. Ну вот я, дай бог. Я думаю, если бы такое произошло, НАТО бы... Я извиняюсь, это был, по-моему, не Швец. Может быть, это был Жданов. В любом случае, извиняюсь. Просто НАТО уже было бы в Украине. Это уже черта последняя. Это уже грозит всем жителям. И я думаю, все-таки, должна же эта цепочка как-то пройти, команда. Вот он должен кому-то отдать команду, а кто-то должен дальше следующую команду дать. Мне кажется, на их месте я достал бы пистолет и застрелил его прямо здесь. Но почему Путин живет? Он живет на этих идиотах в Западе. Он не может их убить. Не может. Эти идиоты не кончаются. Их поубавилось на порядок. Но есть. А Высшая Рада стала более объединенной, когда началась война? Ну, конечно. Ну, я же вот сейчас рассказал. Я рассказал, например, в Раде, я думаю, более такого ярко-оппозиционного депутата. И вы слышите меня. Да, и он еще дальше спрашивает. А остались ли какие-нибудь депутаты, которые открыто поддерживают Россию? Да, но они все не в Украине. Ах, конечно. То есть, они и в Украине, и их немного. Но, кстати, тоже хороший вопрос. Я внес проект постановления в Верховную Раду, чтобы выкинуть их, чертова матери, эту российскую пятую колонну из парламента. И у нас для этого есть, чтобы сейчас не углубляться. Но я нашел юридические основания как-то сделать. Не просто политические, а юридические. К сожалению, почему-то этот вопрос в Раде не рассматривается. Еще он интересуется. Какие шаги украинского правительства или парламента в прошедшем времени, и ретроспективно смотря, считаешь удачными или как неудачными? Ну, сейчас этого парламента? Да. Ну, однозначно, я там не хотел эту... Ну, я просто коротко объясню, если... Недостаточно делала власть и президент Зеленский для того, чтобы подготовить Украину к войне. Не потому, что, как мы сейчас видим, он не агент, он не предатель. Я думаю, что он просто не верил. Он вообще не допускал эту возможность. Мы кричали об этом с трибуны Верховной Рады, говоря ему, надо строить армию. Если мы сегодня будем строить армию, а вот вы строите дороги, но вы не строите армию, кончится тем, что по этим дорогам поедут российские танки. К сожалению, так все и случилось. К сожалению, это демократия везде так. И 39-го Британия была точно... Осенью прошлого года, то есть за три месяца до вторжения, мы принимали бюджет на 22-й год. Я устроил филибастер, я часами выступал, говоря о том, дайте денег армии, дайте денег на армию, дайте денег на армию. Чтобы защитить этих украинцев, в это верили американская разведка, она всем нам говорила, будет война. А кто в Европе этому верил? А кто верил, что Путин будет такой сумасшедший? Никто. Очень сложно было это поверить. Но американцы это видели. Но американцы это видели, и знаешь, тут еще какой-то нюанс. Все-таки, когда речь идет о тебе, и вот здесь это важно, когда тебе говорят, вот там завтра нападут на твою семью, и там, не дай бог, убьют там твоих детей. И говорит это не сумасшедшее, потому что такие американцы имеют информацию. Ты можешь в этом и не веришь, это какой-то бред, но ты, наверное, скажешь, а давай-ка я детей перевезу в другой город на эти пару дней. Ну, то есть ты должен предпринять какие-то шаги. Ты не можешь просто наплевать на это и сказать, да я не верю, ничего не буду делать. Господа, давайте по-моему, потому что много еще осталось. Дэвид Расс, когда вы говорите о последнем русофашисты из Украины, будет спокойно и безопасно, и война кончится? Конечно, да. Да. Ритис, когда будут освобождены все украинские территории, и Украина, подумает ли она помочь Молдове? И если так, если Молдова попросит, и так освободить Поднестровье от русских? Если Молдова попросит, я считаю, что мы должны помочь Молдове. Но Молдова, это внутреннее дело Молдовы. Мы с уважением относимся ко всем государствам и их суверенитетам. Даниэль спрашивает о Шарии, особенно имея в виду ваш конфликт с ним. Ну, этот урод здесь же тусовался в Вилесе какое-то время, а потом уехал в Испанию. Ну, это подонок, предатель классический. Я думаю, что тоже будет еще на скамье подсудимых. Дай Боже, мы его убьем. А почему нет? Виктория, очень красивый женский, красивый очень вопрос. Никто не додумался, кроме девушки. Привет. Какая нынешняя ситуация с украинскими гражданами, выдворенными в Россию? Что-нибудь о них известно? Которых вывезли в Россию. Да, да, да. И будет ли возможность их возвратить? Мы, конечно, ситуация очень сложная, потому что сегодня у нас нет никаких рычагов, как-то им помочь. Никаких. Но мы стараемся ввести их учет и контролировать эту ситуацию. И, конечно, мы будем бороться за каждого своего гражданина. Там очень много детей. Детей, да, именно. И детей в первую очередь. Так, дальше. А тут я написал свой еще вопрос. Дон-дон-гандон этот выяснил. Да, да. А не страшно ли? Это же люди такие с бородами. Они могут достать где угодно. Свою бороду засунет себе туда же. Гандон, он и есть гандон. Они мне, когда под Киевом записывали мне видео, что я уже от тебя в 20 километрах. Жди меня 15-10 там. Ну и где он? В общем, нам уже, мы прошли эту черту. Нам уже ничего не страшно. Меня в бельгийском городе Кортрике вез таксист. И я сидел сзади, и я видел, что там борода. Что-то там не совсем конвенционально. И мы разговаривали. Он абсолютно приятный парень. Он там живет с детства, с 11 лет. Он убежал из Чеченец. И мы с ним говорили на английском, перешли на русский. Он спросил, умею ли я. И в конце оказалось, что он все-таки очень религиозен. И он сейчас копит деньги. И он хочет уехать в Эмираты или куда еще-либо. Я не имел смелости спросить его или пошутить насчет того, что когда-нибудь встретимся. Или мы в окопах. И не убьешь ли ты меня? Нет, Рижгум. Но мне было неловко. Как-то странно. Это другая цивилизация. Несмотря на то, что только что мы говорили на хорошем английском, и он был европейцем. Я внес проект постановления Верховного Рада о признании независимости Чечени. Ичкерии. Ну, Ичкерии, да. Правильно. И я считаю, что чеченцы заслуживают полностью. Вот мы сейчас воем в этой империи. И я понимаю, то есть мы, многомиллионная страна, которая помогает Запад. И нам очень тяжело. Мы побеждаем, но нам сложно. А этому маленькому народу, который один боролся и столько лет. Это колоссальное мужество. Но, конечно, они его на 20% уничтожили, этот народ. Остальных превратили в своих вот этих таких зомби-пехотинцев. Такие, как Кадыров, предали свой народ. Это самая последняя стадия ублюдка. Просто который предал. Так что, дорогие братья Ичкерии, если вы подумали, что я что-то полаял на вас, то, пожалуйста, не отрезайте мне голову. Я имел в виду, что Кадыров дон-дон-гам-дон. Редчайший. Так они сами так считают. А вы очень смелый и маленький, но очень смелый народ. И когда-нибудь вы тоже станете независимым. Я уверен в этом вообще. Хорошо. А, вот почему я спросил. Это потому, что Рока спрашивает. Были ли попытки покушения на жизнь твою или твоих близких? Трижды. 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 Два раза хотели убить, один раз выкрасть и там выжечь глаза. Какой-то ужас. Ну, коротко. Первый раз они просто взяли ребят, которые там разносили листовки на пророссийском митинге. Они сначала дали им там 100 долларов, они листовки меньше разнесли. Еще потом листовки, а потом дали им на Ганску, там 2000, я не помню, долларов. Сказали идти и убить его от Гончаренко. Но один бармен, другой рабочий. Они это увидели, напились, пошли, сами сдались. То есть, это смешная попытка. Вторая попытка была более серьезная. Это уже весна 15-го года. Они там готовили целое восстание в Одессе. Пророссийское, Одесскую народную республику. Там привлекли ветеранов войны в Афганистане. Те знают уже, как стрелять там и все. И у них было там мосты взрывать, что-то еще. И убить ряд людей. Я был в этом списке. К счастью, их вовремя всех поймали. А третье, последнее, это когда заказали вот это мое похищение. Ну, там вообще была громкая история. Потому что СБУ, чтобы доказать, что этот человек хотел лично, он пророссийский политик, украинец, но пророссийский политик, хотел лично прийти, выжечь мне глаза кислотой. И нанял для этого, значит, там криминал. И для того, чтобы его четко поймать, было инсценировано. То есть, сказали, что меня выкрали в парламенте страны, огласили, что пропал один из народных депутатов, его нет. Это из Википедии. Все, да, эта история была. И ему позвонил ли эти исполнители, и говорят, приезжайте. Ну, к этому времени их уже полностью СБУ контролировало. Приезжай. И он приехал с кислотой в руках. И прямо с кислотой его взяли возле человека с мешком на голове, когда он думал, что это я. А кончилось тем, что Россия его внесла в списки и обменяла на нашего военнопленного. То есть, они расписались, кто это был. И, наверное, может быть, этот подонок еще живет, я не знаю, или сдох уже там. Я не знаю. Я вчера заметил странную вещь у тебя. Я когда вез тебя к Джигису, у меня же машина странная, и там открыть дверь не так просто. И я имею головную боль. Каждый новый человек должен показывать, что это нужно, как стрельнуть пистолетом. Там этот курок, он закрыт. Я думал, что то же самое надо будет сказать тебе. Но ты взял и открыл дверь, как ни в чем не было. Это ты служил в разведке? Ну, я промолчу. Ты хорош. Юлиус спрашивает. Украине после войны не надо ли было бы заняться охотой военных преступников в России и за ее пределами так, как это делал Израиль? Гнев божий. Да, надо. Абсолютно. Арвидас, правда ли, что иранские дроны стали проблемой? Правда, что они появились. Они появились, это точно. Да, и они представляют определенную проблему. Да. Дальше. Может, можешь сказать, что из кого из известных людей хотел бы видеть вместо Путина после его ликвидации? Нет, это не мое дело. Это пусть решают граждане России. Когда будет окончена охота на отделе Мханова? Ну, надеюсь, через одну минуту после нашего разговора. Сразу. Саулюс, что думаете про Ермака и Швеца? Про Швеца, честно говоря, мне довольно часто спрашивают. Я признаюсь, тоже не смотрю. Я не знаю. Ничего не думаю о нем. Я просто не знаю. Что касается Ермака, я думал о нем очень плохо. Сейчас думал просто плохо. Не, ну я могу объяснить. Я думал, я считал его российским шпионом. Да. Я сейчас не считаю его российским шпионом. Но все равно мне он не нравится там уже по причинам сугубо политическим. Понятно. Так, что тут у нас. Эдгар. Почему Зеленский держит серого кардинала в президентском офисе? Это, видимо, Ермака. Да, Андрей Ермака. Ну, это выбор Зеленского. Он определяет, кто возглавляет его офис. Не мы с вами. Нам это, может, не нравится. Я повторюсь, мне он не нравится. Но Зеленскому нравится. Мейнард интересуется по приближению зимы, что будет больше всего не хватать людям. Наверное, имеет в виду и армию, и людей. Этот миф, что зимой армии не воюют. Вы же, зима началась война. Второй фиг, зимой началась. Все воюют. Ну, понятно, что зимой там есть свои. Украину и Литву вдруг в смысле энергетических всяких эмбарго и цен. А Украину в смысле прямых ударов по инфраструктуре ожидает сложная зима. Путин все сделает, чтобы лишить украинцев зимой отопления, электричества, как минимум, в крупных городах. И это серьезный вызов для нас, очень серьезный вызов. И для мира. Поэтому мы говорим о том, что сегодня Украине нужна защита ПВО, а не когда-нибудь там. Потому что это уже сейчас. Получает она сам уже. Дай бог. Томас спрашивает, война уменьшит или уборщит коррупцию в Украине? Мы уже об этом говорили. Говорили. Да. Точно уменьшит. Разумеется. Так, Ричард не спрашивает. Он просто хотел передать тебе, чтобы ты что-нибудь сделал, чтобы на границе с украинской границей, на таможне было бы больше порядка. Потому что он пишет иногда, мы знаем ваши законы лучше, чем эти рабочие таможни. Спасибо. В смысле принимается. Альгерда спрашивает, кто самый любимый русский пропагандист? И еще от тебя спрошу, чем Скобеева душится? Какие духи? Наташа или Шипр? Я, кстати, даже не помню, не могу сказать, но она крайне неприятная. Ну, конечно, наверное, все-таки Скобеева, потому что я ее лично знаю. Да, да, да. Вот я лично видел, что она ни во что в это не верит. Да, да, да. Что она ничему этому, ну вот, она просто мразь, которая за деньги вот это окунула руки в кровь вот там по за локоть и все. Ну, такой же и Соловьев уверен. Если бы он хоть во что-то верил, вряд ли бы он занимался виллой под кома, на озере верни, кома, которую я, кстати, первым снял и показывал. А его голубь, голубь испражнился на Соловьева, или это не твое видео? Не, голубь испражнился, я не в курсе. Мое видео это его виллы, я показал, как она выглядит и там это. Хорошо, Соловьев, Скобеева, это слуга дьявола, но Стрелков еще более слуга дьявола, но он хотя бы искренне. Вот, вот ты сейчас сказал, он враг. Да. Он враг. Хоть немного уважения. Я к нему не могу применить слово мразь. А к ним могу. Вот они мразь. Вот наши предатели мразь, они мразь. Враг это враг. Я хочу, Стрелкова надо убить за все, что он сделал. Он убил много людей, украинцев. Но он враг. Он во что-то верил. Вот эта разница, говорят, Геббельс. Я говорю, они хуже Геббельса. Геббельс явно во что-то верил, потому что он убил своих детей своими руками. И не захотел жить в мире без Третьего Рейха. А Скобеева что? Она точно будет там бежать, переодетая в кого-то там и так далее. Андрюс, как Украина собирается поступать с коллаборантами? Будет ли десоветизация? И желает победы, конечно. Спасибо. Будет. Ну, мы декоммунизацию уже провели. К коллаборантам. Видно, как мы относимся. Половина их уже на концерте как зона. А жив ли тот старичок, который говорил, Ленина свалил и еще бандеровцы. Я не знаю, кто сейчас играет этот старичок. Это 14-й год где-то. Не знаю. Это было очень... Не знаю его судьбу. Ленина свалил. Все 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, бандеры, и все поделать. А Украина у нас, как вы поняли, мы довольно жестко все настроены сейчас. Так что... Донатас, покомментируйте, пожалуйста, связь украинских олигархов с высшего калибра местными политиками. Какие их связи с Россией? Российских олигархов с политикой где? Я не понял. В Украине, в Европе где? Вот и я не понял. Ну, то есть, российские олигархи есть. К сожалению, многие из них еще не под санкциями. Нужно их всех туда. Они несут за это ответственность. Либо, как там вот появляется... Я не знаю, видели вы там, Фридман об этом сказал, что он готов миллиард долларов Украине дать, чтобы с него сняли санкции, вообще как бы сняли вопросы. На что была хорошая реакция, что идея, может, и неплохая, но миллиарда мало. Буквально 3-4 вопроса очень быстро. Денис, правда ли, что в постоккупированной территории коллаборанты опять? Опять вывешивают украинский флаг. Думаю, что очень может быть. Я бы на них место это делал. Ну да, но им это не поможет. Ага. Какую Украину, Витова-то спрашивает, вы видите после войны федерацию или более унитарную? Скорее унитарную. Нет, конечно, Украина, мы все это насмотрелись, мы видим унитарную страну. У нас нет предпосылок никаких, и все мы уже видели, это же Путин требовал, чтобы мы там стали какой-то федерацией и прочее. Нам нет, это ни к чему вообще. И предпоследие, Рокос, как реально союз реален между Польшей, Балтийскими странами, Украиной и Белоруссией? Да, Балтий-Черноморский союз, я считаю, что это наша перспектива, и мы можем стать очень мощным такой союзником для Соединенных Штатов Америки в Европе, на которые они смогут опираться, а мы на них. И Дэвидес, почему в Украине все еще существует такой феномен, как народные и заслуженные народные артисты и их звание? Ну это такая, конечно, советская история, советский пережиток, но это есть, и у нас продолжают это вручать. К сожалению, некоторые пережитки отпадают сложно, но оно из самых безобидных. Нусипальность, ты заслуженный. Я заслуженный диктор Литовской Республики. Спасибо тебе, заслуженному подкастеру Литовской Республики. Алексей, большое огромное спасибо. Даже я бы сказал народному. Большое огромное спасибо, спасибо тебе, Жигис, и всем, всем, кто нас смотрел. И победа будет за нами. Обязательно. Слава Украине и спасибо Литве за всю поддержку.